В одном из прошлых видео я вам рассказывал, что я распаковывал камеру заднего вида для своего знакомого, который хочет поставить на свой автомобиль. И вот сегодня у меня долетела вторая посылка из этого комплекта, здесь должен быть экран для этой самой камеры, экран механический, то есть он в сложном состоянии закрыт, мы нажимаем кнопочку, он у нас раскладывается. Это удобно, потому что можно ставить машину на стоянке, не опасаясь за то, что разобьется стекло, укрутут экран, думая, что это на самом деле навигатор, а это просто обыкновенный экран, который не выполняет особо никакие функции, кроме какой-то картинки из источника. Не будем терять время, откроем эту посылку, время доставки, как обычно у нас в уголке, стоимость также указана, ссылка на покупку в описании. Оригинальная упаковка, которую я чуть-чуть подрезал, думаю, это не критично, потому как коробка снова отправится в утиль после того, как камера будет устанавливана. Упаковки больше ничего, все надписи на английском языке, коробочка незначительно помятая, ну галочек, естественно, не заказываю я 4,3 дюйма. Так вот у нас выглядит упаковка, здесь инструкция, виды моделей, которые предоставляет данная компания. Провод для подключения питания к экрану, сам экран, упакованный в блистер и огромный-огромный кусок двухстороннего скотча. Обалдеть! Сам экран выглядит вот так, вполне лаконичен, компактен. Вот так вот у него выдвигается экран, так складывается. Давайте продемонстрирую еще раз. в некоторых плоскостях. Довольно удобно. Экран крупный, но при этом никак не мешает на приборной панели, никак не выделяет себя своим присутствием. А когда необходимо посмотреть картинку с камеры заднего вида, мы просто нажимаем кнопку и наблюдаем за тем, что происходит сзади автомобиля. Никаких дополнительных кнопок нет, на одном из экранов, который был у меня, там можно было выставить настройки яркости, контрастности. Спасибо вам за просмотр, не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до встречи!